Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Спасибо, что смотрите меня! И сегодня я хочу рассказать вам немного о своем питании. Так как я выкладываю много рецептов полезных, я хочу вам немножко рассказать о своих продуктах любимых, что я ем, что я исключила полностью из своего рациона. И сейчас я вам об этом подробнее расскажу. Мне очень нравится высказывание Гиппократа. Пусть пища будет вашим лекарством, а ваше лекарство пищей. На самом деле пища должна не просто забивать наш желудок и утолять наш голод. Она должна приносить нам энергию, приносить нам силы, витамины, а также поддерживать наш иммунитет. Поэтому все мои рецепты полны витаминов, полны минералов, полезных растительных жиров и питательных веществ. К сожалению, сейчас очень много продуктов перерабатывается, добавляются какие-то непонятные компоненты. Поэтому перед тем, как купить какой-либо иной продукт, я всегда смотрю на ингредиенты, чтобы не было красителей, не было консервантов, не было сахара. А также я стараюсь выбирать по максимуму органические продукты. На самом деле не всегда, конечно, получается найти их, и они, как правило, дороже, чем обычные. Но вы покупаете не дорогие продукты, а вы покупаете те самые как раз питательные вещества, витамины, минералы. Поэтому я готова всегда переплатить. Я даже не смотрю на цену. То есть я вижу органики, я всегда покупаю органические продукты. И стараюсь ходить на ярмарки. У нас здесь в Новозеландии раз в неделю по субботу устраиваются специальные ярмарки, куда съезжаются местные фермеры со своей продукцией, со своего, так сказать, садика, огородика. На этих ярмарках можно найти все, что угодно. Овощи, фрукты, орехи, кто-то продает авокадо со своих деревьев, кто-то продает апельсины, кто-то яблоки, зелень, тыкву. И, в общем, любые овощи и фрукты. Даже продают там хлеб, который сами пекут, и другие продукты. Вот я стараюсь постоянно посещать данные ярмарки и покупать как можно больше фруктов, овощей на этих ярмарках. Мне кажется, они есть в любой стране, в любом городе. И на самом деле вы не просто покупаете вот эти вкусные овощи и фрукты, которые полны витаминов и минералов. Вы также еще и поддерживаете местных фермеров, которые вкладывают всю свою любовь, всю свою душу, чтобы вырастить эти самые фрукты и овощи. И они там тщательно укаживают за своими деревьями. И так, значит, мое питание – это максимум органик. И также я еще придерживаюсь безглютеновой диеты и диеты с низким содержанием углеводов. Углеводы я употребляю в основном только с утра на завтрак. Это каши, да, я очень люблю крупы амарант, кинва. Иногда я овсянку тоже ем, но не часто, потому что она немного тяжеловата для меня. Все крупы я предварительно замачиваю. Свечи разливаю, например, водой и на утро уже промываю их и варю, как обычно. Крупы, которые замочены, они легче усваиваются, они быстрее варятся, тем самым сохраняя все полезные свойства. И вот когда вы замачиваете крупы, вы также и удаляете все вредные вещества. Минимум, да, это на ночь я замачиваю, но, конечно, лучше это делать где-то на 24 часа. Если, например, я знаю, что завтра я буду варить себе кашу с кинва, то я могу этим же утром просто залить крупу и на следующее утро я ее буду варить. Также я замачиваю и рис, и гречку. Что касается безглютеновой диеты, то всю выпечку я готовлю на рисовой мухе, на гречневой, на мухе из кинва. Очень люблю миндальную муку и кокосовую. В последнее время я в основном использую кокосовую и миндальную муку в выпечке. И хлеб с ней пеку, и там маффины, какие-то там пирожины, кексы и так далее. На самом деле у меня нет ярко выраженной аллергии на глютен, но при употреблении продукта с глютеном я чувствую какую-то, знаете, тяжесть в желудке, усталость. И в общем я поняла, что мне это не подходит. На самом деле очень много людей, которые имеют скрытую аллергию на глютен, и даже об этом не подозревают. И исключив глютен из своей диеты, они возвращаются в норму, и здоровье возвращается тоже в норму. Орехи, кстати, тоже нужно замачивать. Если вы едите натуральные орехи и жареные, то их предварительно лучше замачивать, чтобы также, как и крупу, удалять все вредные вещества и, так сказать, активировать полезные. Так они лучше усваиваются и принесут вам больше пользы. Еще хочу вам рассказать о продуктах, которые я полностью изучила своего рациона. В первую очередь это сахар. Сейчас очень много альтернатив сахару, много подсластителей, которые вы можете использовать на любой вкус. Это и мед, который, помимо того, очень полезный. Это и кленовый сироп, это и кокосовый сироп, кокосовый сахар, это стивия. Или просто даже обычные сухофрукты. Они очень сладкие, и я, например, очень люблю финики. Я их использую в сырых десертах, в чизкейках. Делаю с ними сырые конфеты, добавляю в выпечку, делаю мороженое, муссы и так далее. И такие десерты, они получаются очень вкусные, сладкие и полезные. Следующее, что я исключу из рациона, я, в принципе, давно уже не употребляюсь напитки. Это газированные напитки все. Соки непонятные, пакетированные, в которых там сахара просто килограммы кладут. И никаких там фруктов, никакой пользы от них нет. Все соки и морсы я делаю сама, при помощи любых фруктов и ягод. Лучше, конечно, убирать седонье, в них больше всего витаминов. Просто смешайте там в блендере, любые фрукты, может, там с овощами, какие вам нравятся. Добавьте даже там травки, шпинат, кейл, еще какой-либо мяты, все, что вам нравится. Специи можно добавить. И вот у вас вкусные, питательные напитки готовы. Сразу перехожу на тему воды. Я пью очень много воды, стараюсь пить где-то полтора-два литра в день точно. Обычно я где-то пью полтора литра воды и там один или два стаканчика кокосовой воды. Я очень люблю ее. Но, опять же, нужно смотреть на упаковки, чтобы была 100% кокосовая вода. То есть я покупаю только тентуальный. Очень скучаю по балийским и таиландским большим кокосам, которые там при тебе их разрезают, и ты их пьешь, и наслаждаешься этой сладенькой водичкой, которая очень, кстати, полезная. Вообще я очень люблю этот плод кокос за его такую ценность. Из кокоса мы можем получить вкусное кокосовое масло, мы можем получить вкусную кокосовую водичку, кокосовое молоко, кокосовые сливки или кокосовую стружку, которую я люблю добавлять тоже в выпечку, в конфеты, в смузи. В общем, кокос для меня – это один из моих, наверное, самых любимых плодов. Еще хочу затронуть тему соли и пуправ. Соль я покупаю только розовую гималайскую. Она содержит много минералов и приносит также пользу нашему организму, в отличие от обычной белой соли. С ней можно готовить любые блюда, с ней даже можно и квасить. Я когда пашу капусту с этой солью, получается прекрасная замена обычной соли. Травы с пицей, они делают наши блюда не просто ароматными и вкусными, они еще являются мощными антибиотиками. Регулярно добавляя их в пищу, в малых дозах мы можем повысить свою иммунную систему, снизить воспаление клеток и поддерживать оптимальный баланс между хорошими и плохими микробами в организме. Поэтому я использую специи и травы во многих блюдах. Морг говорит, это, наверное, куркума. Я ее добавляю не только в карри, я ее добавляю в смузи, я ее добавляю в супы, добавляю запеченные овощи. И, в общем, я ее очень часто использую. Она очень полезная. И я, знаете, даже пью добавку с куркумой в жидком виде. Вот сейчас покажу, вот она так выглядит. Вы просто добавляете одну ложечку либо там смузи, можно просто в воде размешать и выпить, или можно добавить в кокосовую водичку, я иногда добавляю ее. Очень-очень полезная вещь. Если вам будет интересно, могу снять отдельное видео про каждые травы и специи, которые я использую. Еще, что касается масел. Растительные масла очень полезны нашему организму. Поэтому в своем рационе я стараюсь использовать разные масла, потому что каждая по-своему полезная, каждая содержит полезные вещества, особенно те, которые содержат омега-3, омега-6, омега-9 кислоты, которые очень тяжело найти в каких-либо других продуктах. Поэтому их очень легко получить из масла. Там достаточно ложечку полить салаты или даже, например, льняное масло или миндальное масло. Я просто добавляю даже иногда в смузи или в супчик, или в любое блюдо, на овощи, просто полить ложечку. Еще я недавно купила, попробовала масло из конопьяных семян. Сейчас я вам покажу. Оно на самом деле богато омега-3, омега-6, омега-9 жирными кислотами. Также в нем содержится витамин Е. И его рекомендуют каждый день по чайной ложечке съедать. Ну, там, опять же, можно там полить салаты, смузи и куда угодно добавить. Даже в каше можно, в супы и так далее. Смотрите, что у вас доступно в магазинах, в специализированных каких-то супермаркетах. Пробуйте, потому что в разных маслах, опять же, повторюсь, разные содержатся питательные вещества, которые нужны нашему организму. Что касается молочных продуктов, то за последние несколько лет у меня немножко изменилось отношение к молочным продуктам. Ведь раньше я их постоянно ела, могла там какую-то творогу съесть. То есть сейчас молоко я вообще не употребляю, только растительное. Я люблю медальное молоко. И что касается йогурта, творога, то я его употребляю очень-очень редко. Потому что у нас здесь, в Новой Зеландии, творог, например, его очень тяжело найти. Есть только один бренд, который выпускает творог. И на упаковке, я там посмотрела на состав, очень много Е и непонятных компонентов, которыми даже не хочется покупать. Я делаю творог иногда сама, потому что у меня дочка любит творог. Его приготовить очень легко. Кстати, у меня есть на канале, как приготовить творог в рецепт домашний. Можете посмотреть, если интересно будет. На этом, наверное, все. Спасибо вам за просмотр. Желаю вам хорошего здоровья. Любите себя, любите пищу, которую вы употребляете, живите в гармонии с собой, и все у вас будет хорошо. Всем спасибо, пока. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны. Буду делиться с вами моими здоровыми рецептами. Если есть какие-либо у вас комментарии, или вопросы, пишите. Я могу вам устроить поход в свой маркет, покажу вам, какие продукты именно я покупаю. В общем, все, что вам будет интересно, спрашивайте, пишите. И всем спасибо, пока. Субтитры подогнал «Симон»!